Может ли маленькая хрупкая девочка побить здорового лысого качка? Может ли компьютерный задрот, который ни одного дня не был в зале, победить в бою опытного бойца? Не знаю, как думаете вы, но они думают, что могут. Привет, солнечные ящеры звездных пещер! Сегодня мы посмотрим на отчаянных идиотов, которые возомнили себя бойцами. Техника удара. Онлайн-курс для домашних тренировок. Лучшие приемы. Растяжка для бойца. Эффективная работа на мешках, лапах и падах. Самооборона на улице. Избавление от страха уличной драки. Физподготовка для бойца. 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео. Вернемся в 2007 год. Город Бостон, где состоялся мега-крутой поединок между местной интернет-звездой Райаном и профессиональной кикбоксершей, которую он вызвал на бой. Почему этот герой решил вызвать на бой именно девушку, хоть и профессионалку, для многих остается загадкой. Но суть истории была в том, что он высказывался в соцсетях о том, что ни одна девушка не может конкурировать с мужчиной, и даже он, компьютерный задрот, может навешать любой бабе. Конечно, это вызвало возмущение у дам, и одна из них предложила провести боксерский поединок, где бы этот мужик с большой буквы показал, как одержит сокрушительную победу. Наш Райан тренировался целых три месяца перед этим боем. Все-таки выходить дряблым задротом, как есть, он не рискнул. Но и этого было маловато. Хотя в бою он девочку не жалел и махал своими клешнями в лучших традициях сельских разборок возле клуба, когда любуются бесконечностью звездного неба, чтобы перестала бежать кровь из носа. Бой закончился эпическим нокаутом. Как после такого называли дядьку, мне даже не хочется представлять. А в этом видео мы увидим довольно неплохой бой, как для любителей чипсов с колой за игрой в доту. А суть этого видео именно в этом. Два геймера-блогера что-то не поделили. Наверное, не могли разделить один меч-кладенец, добытый в невероятно тяжелом бою, против кизякового голема на верхнем уровне нижних миров. И решили выяснить, кто заберет такой ценный лут в реальном бою, а не в тяжелейших кнопочных баталиях. Кстати, они готовились к этому бою 3 месяца, и кое-чему научились, по крайней мере один из них. По итогу бой закончился удушающим, и довольный обладатель своего меча-кладенца теперь будет 3 дня жрать бургеры и не вылазить со своего подвала, уничтожая всех неверных в доте. А это классическое видео из разряда «Я дикий вепрь и я всех убью». Здоровяк в красном пришел в зал ММА во Флориде и сказал, что хочет поспарринговать с лучшим бойцом, сказав, что он чемпион по Муайта и ММА. Конечно, когда смотришь на такую гориллу, под 2 метра ростом и под 120 килограмм весом, не особо хочется проверять, насколько его слова правдивы. Но в зале оказался смелый и отчаянный боец, который решился поспарринговать. Судя по бою, наш гигант лупил в полную силу и явно хотел нокаутировать бойца. Но его техника выглядела очень печально. Он явно был чемпионом разве что Мортал Комбата. И то не 10-го, а максимум 8-й части. Нашему бойцу, как и любому другому в такой ситуации, это, конечно, не понравилось. И он тоже начал заряжаться по полной. Но уже с хорошей техникой. Отчего гигант явно поплыл и был не готов к реальному бою. Меня всегда поражают такие ребята в зале, которые предлагают поспарринговать на технику, а потом начинают лупить в полную силу, пытаясь то ли нокаутировать, то ли показать, что они крутые бойцы. Поэтому не спаррингуйте с такими идиотами, а особенно с незнакомыми бойцами. Это всегда заканчивается побоищем. А в этом видео мы посмотрим на компашку бравых парней, а точнее сказать, ютуберов, которые решили словить такой желанный хайп и вызвали побороться Мишу Тейт. А эта девочка, между прочим, чемпион UFC. Они договорились, что по очереди будут с ней бороться, а на протяжении двух минут каждый, и попробуют ее побороть. Но то ли эти небесные тигры восходящего слона не понимали, куда лезут, то ли съели мало чипсов с энергетиками. Но выглядели они очень печально, а популярность получилась сомнительной. Но зато теперь будут всем рассказывать, что занимались ММА и спарринговали с чемпионами UFC. А я знаю таких бойцов, которые проводят один спарринг с чемпионом страны или профиком, через минуту которого падают. А потом всем рассказывают, да я тренируюсь с чемпионами, а на спаррингах вообще гоняю их по всему рингу. А дальше у нас мастер Кунг-Фу, который вызвал на бой значительно меньшего по габаритам бойца ММА. Кстати, если вы обратили внимание, то заметили, что мастер Кунг-Фу настолько крут, что даже вышел на бой с голыми кулаками. А история по схеме. Пришел в зал, начал всем рассказывать, что он великий сенсей, который 20 лет наблюдал, как золотая гусеница небесного дыхания превращается в черную бабочку звездного бизона и, постигнув всю суть никчемного бытия, теперь может учить бойцов любых единоборств, как стать непобедимым воином пяти стихий. Конечно, он готов продемонстрировать, что сам уже этого всего достиг, только вызвав на бой самого мелкого и неопытного бойца в зале. Поначалу наш мастер даже неплохо работал, пользуясь своими габаритами, он прессинговал и наносил удары. Но, как и у всех великих кунг-фуистов, дыхалки у него хватило на первую минуту зарубы. Да и стойка непобедимого мастера, который никогда не получал в челюсть, а поэтому руки можно держать пониже, а голову повыше, сразу видна, что и сыграло с ним непредвиденный поворот судьбы в завихрении временных потоков, которые сошлись в водовороте событий и вылились в парочку точных ударов от бойца. А этот бой из очередного фрикового шоу в Японии, где очень любят нестандартные бои. В этом супер поединке сошлись мастер карате в красной форме и представительница муай-тай в синий. А сам бой проходил по смешанным правилам, где была разрешена борьба в партере, но определенное время. Но запрещены удары локтями и коленями. В общем, бой как бой, но за каратиста обидно. А это видео очень классное с поучительной точки зрения. В зал бразильского джиу-джитсу зашел здоровенный лысый дядька в татуировках под 120 килограмм. Ну, такой типичный байкер. И предложил любому, кто с ним поборется, 20 баксов. Как вы понимаете, вопрос стал не в деньгах, а в чести школы. И на поединок согласился сам тренер, который, кстати, весит около 70 килограмм. Когда эти два борца стоят рядом, кажется, что первоклашка собрался драться со старшеклассником. Но все оказалось не так просто. Наш джинсер в течение 30 секунд провел болевой прием, а потом еще парочку в течение следующих 10. После чего здоровяк начал жаловаться на боли в плече, в общем, лепить отмазки. А наука этого видео в том, что техника и опыт всегда побеждают силу и массу. А это короткое, но смешное видео о том, как мужик, получивший силу зеленого змея, а вместе с ней всегда приходит уверенность, дерзость и всемогущество, вызвал на бой мастер от Хэквондо, чтобы показать ему, как нужно рубиться в чебуречный. Показал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь этими видео с друзьями, пускай не рискуют своей жизнью и не делают подобных ошибок. А если вы хотите научиться реальному бою, забирайте бесплатные видеокурсы в описании под видео. Настойчивости в тренировках, небесные тигры.